привет сегодня мы с вами поговорим о том кто такие джуниор девелоперы middle девелоперы и senior девелопер чем они отличаются почему вокруг этих терминов так много споров и стоит ли вообще обращать внимание на приставку к вашей должности сразу хочу сказать что все о чем я сегодня буду говорить это лично мое мнение я не претендую на истину в последней инстанции и просто буду высказывать свое видение данной проблемы с точки зрения своего десятилетнего опыта и работы в различных проектах рассмотрим для начала несколько самых часто используемых критериях с помощью которых разделяют джуниор мидов и синир девелопер первый критерий которые используются это количество лет в эти индустрии данный критерий является самым спорным на данный момент но при этом любую вакансию которые бы вы не открыли для джуниор мидов или синир девелопера первое что вы увидите это количество лет которое человек должен проработать в эти индустрии чтобы соответствовать этой вакансии давайте рассмотрим этот критерий с двух сторон со стороны разработчика и со стороны работодателя со стороны разработчика данные критерии не представляют большой важности так как за один и тот же период разные люди получают различное количество опыта и осваивают различные навыки со стороны работодателей можно сказать что им нужно каким-то образом перестраховаться что они не наймут на высокую должность человека который имеет мало опыта и мало знаний который просто не потянет возложенные на него обязанности поэтому в данном случае сталкиваются вот эти вот две силы находится какой-то компромисс естественно когда вы видите в вакансии что необходимо ровно пять лет опыта и не меньше это не значит что если у вас четыре года то вас не будут рассматривать просто таким образом работодатель перестраховывается что и отсеивает тех людей которые заранее возможно не подойдут на данную позицию но стоит отметить что из своего опыта я встречал людей которые три года проработав как были джуниор девелоперами такими оставались и на большее не претендовали как и в любой специаль специальности бывают такие разработчики которые находят теплое место могут работать на ней годами без существенного роста и развития и при этом их все устраивает и опять же если он проработал 10 лет войти индустрии это не значит что он повысил свои навыки и может претендовать на более высокие ответственные позиции следующий критерий которые можно рассмотреть это те знания и навыки которыми вы обладаете любая позиция подразумевает наличие определенных технических знаний для того чтобы выполнять поставленные перед человеком задачи количество навыков которого есть в вашем резюме или в вашем багаже это еще не значит что вы соответствуете высокой ответственной позиции синир девелопера почему так на самом деле вы за свой опыт можете встречаться с абсолютно разными фреймворками языками программирования и где-то через пять-шесть лет у вас их уже будет пару десятков но при этом это еще не обозначает что вы можете вести за собой команду становиться синера девелопером и отвечать за сложные технические задачи я бы сказал что с точки зрения технических навыков более важным является умение осваивать новые навыки умение учиться и переключаться с одного фреймворка на другой с одного языка программирования на тот который нужен в данный момент эти индустрия очень быстро развивается с каждым годом появляются новые языки программирования новые инструменты для создания программ и поэтому то чем вы занимались предыдущие два года следующие два года может уже не востребоваться поэтому в данном случае с точки зрения технических навыков самый главный навык это уметь учиться уметь развиваться быстро переключаться с одного фреймворка на другой поэтому сколько у вас навыков 10 20 40 это не столь важно важно уметь перестраиваться и приспосабливаться под требования новых проектов следующий критерий по которым могут разделять джуниор миддл и синера девелоперов это те проекты в которых вы ранее участвовали насколько они соответствуют заявленной на данном данном случае позиции например если вы хотите подать свою кандидатуру на вакансию синер бэкэнд девелопера но при этом у вас есть пять лет фронт-энд разработки либо же мобайл разработки то наверно ваш опыт предыдущих проектов будет не совсем релевантен и в данном случае вы не можете претендовать на высокую позицию несмотря на то что у вас много лет опыта много технических знаний и навыков поэтому соответствие ваших предыдущих проектах тех позиций которые вы занимали ранее тому на что вы претендуете в будущем данном случае играет одну из ключевых ролей по которым отбирают кандидатов и по которым по сути и разделяют синер миддл и джуниор девелоперов и последний критерий которые бы я хотел упомянуть это те позиции которые вы занимали в предыдущих компаниях на мой взгляд это достаточно спорный такой критерий почему потому что в разных компаниях уровне джуниор миддл и синер девелоперов различают по-разному в небольших компаниях синер девелоперами могут быть ребята с меньшими техническими навыками и опытом только потому что в компании не так много сотрудников и нужны люди которые будут вести за собой команду если вы переходите в компании большего размера особенно какие в какие-нибудь эти гиганты типа фейсбука microsoft а амазона либо кого-нибудь помельче но уже на международном уровне то ваш уровень синер девелопера в локальной компании или в небольшой аутсорсовой компании может не соответствовать синер девелоперам в большой международной компании то есть в данном случае надо сопоставлять не то кем вы были по должности а то какие у вас навыки были это какие навыки требуются для данной позиции тут я бы хотел еще сделать такую ремарку что в различных компаниях есть своя градация то о чем мы сегодня говорим джуниор миддл и синер это достаточно обобщенные понятия которые используются на рынке но если мы возьмем какие-нибудь продуктовые большие компании тот же google facebook и так далее то у них в принципе как такового понятия джуниор синер и миддл девелопер не существует в таких больших компаниях есть своя градация по уровням между девелопера начиная от первого уровня и заканчивая например двадцатым уровнем где первый уровень это стажер который пришел из университета а двадцатый уровень это сити о который управляет компанией и все что между этими двадцать первым и двадцатым уровнем это различные градации для которого есть свои требования которым должен соответствовать разработчик как же тогда различать кто является джуниор миддл и синера ну в данном случае я бы сказал что надо различать по одному единственному критерию и а именно как данный человек решает поставленные задачи если говорить о том чем занимаются разные эти разработчики на работе то по сути все они занимаются почти одним и тем же все они пишут код все они фиксят баги все они выпускают какие-то программные продукты но в чем же тогда различия различия в том как и какие задачи решают разработчики большие разработчики обычно нуждаются в надзоре более опытных ребят им даются простые задачи где надо просто написать код пофиксить баг то есть какие-то такие задачи которые не влияют на общую архитектуру приложения а делают точечные изменения в коде миддл разработчики уже могут работать самостоятельно они способны работать самостоятельно они могут брать на себя более сложные задачи естественно они могут консультироваться у более опытных ребят либо у таких же как они либо даже с junior девелопером если у них есть опыт в данной сфере но самое главное то что когда им дают задачу они ее выполняют самостоятельно и никто не сомневается в качестве выполненной работы если мы будем говорить про senior девелоперов то у них немного другие задачи это те разработчики которые имеют достаточный опыт и знания в данной сфере и могут курировать всю команду они могут решать сложные технические вопросы такие как например какие фреймворки использовать какие подходы как построить архитектуру приложения чтобы в дальнейшем ее легко было поддерживать изменять и так далее то есть senior девелоперы это тоже разработчики у них намного более высокий уровень доверия и более высокий уровень ответственности по сути своей если посмотреть на программирование как на создание программного продукта то в принципе разделение на junior middle и senior заключается не в том сколько лет вы проработали какой у вас технический багаж и так далее а то насколько хорошо вы можете решать поставленные перед вами задачи то есть создавать качественный программный продукт который будет иметь минимальное количество багов и при этом его будет легко поддерживать в дальнейшем в конце концов важно ли иметь приставку junior middle или senior девелопер решать только вам как по мне самое важное это создавать качественный продукт который будет радовать и вас и пользователей которые ими пользуются оставляю это на ваши рассуждения надеюсь что данная информация была вам полезна до новых встреч компьютерная школа делели учись ради мечты